В этом году на Красноярском экономическом форуме, помимо традиционной выставки достижений экономики и промышленности, будет развернута экспозиция, посвященная малому и среднему бизнесу. На ней предприниматели презентуют свои компании различных сфер от сельского хозяйства до пошива одежды. Кроме этого, форум станет для бизнесменов площадкой, где они смогут обсудить развитие собственного дела. В частности, пообщаться с ведущими мировыми экспертами и потенциальными инвесторами. Один из участников КЭФа, Игорь Овчинников, фирма которого занимается изготовлением спортивной одежды, уверен, для бизнесменов форум реальная возможность продвинуть свою продукцию и получить больше заказов. Здравый смысл, это когда в регионе есть предприятия, которые производят, да, ну что касаемо в спорте, что мы не брали у китайцев, не брали в Москве. Если деньги остаются здесь в крае, значит, соответственно, это налоги, деньги из края не уходят. Если мы берем заказы из других регионов, соответственно, так же мы налоги платим здесь. По мнению экспертов, сейчас самое удачное время, чтобы презентовать уникальные краевые бизнес-проекты. А их в регионе достаточно. В частности, на КЭФе планируют показать разработки в области высоких технологий и добывающей промышленности. Как никогда в этом году актуальная программа, потому что к настоящему времени наше бизнес-общество подошло к тому, что нужно смотреть новые точки, быть в тренде, понимать, как дальше развивать бизнес, сохранять, инвестировать, привлекать инвестиции, как работать с органами власти. Развитие малого бизнеса, как одной из сфер экономики, в крае сейчас одно из приоритетных направлений, говорят в краевом правительстве. Поэтому на форуме, кроме дополнительных заказов, предприниматели могут заручиться и необходимой государственной поддержкой, обсудив это как с краевыми властями, так и с федеральными. В КЭФе традиционно планируют принять участие целый ряд федеральных министров. Недалеко, как вчера, президент России Владимир Владимирович Путин особо отметил значимость именно в этих условиях сегодня рост малого предпринимательства в нашей стране. Это не только импортозамещение. Это, конечно же, то, что мы отстаём в сфере услуг. Это, безусловно, и то, что создаёт дополнительные рабочие места, и ту занятость, и ту реализацию талантов, которые есть в наших людях. Сейчас подготовка к 13-му КЭФу в самом разгаре. Специалисты ожидают, что в нём примут участие более 6 тысяч человек. И четверть из заявившихся как раз представители малого бизнеса. Александр Ловицкий, Павел Пателицын. Новости.